Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. А сегодня мы говорим о том, возможно ли бесконфликтное взаимодействие. И раскрыть эту тему я пригласила практикующего психолога Елену Емельянову. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вообще, тема конфликтологии, я знаю, что вы ас в этой теме. Поэтому будем потихоньку из вас выуживать всё самое интересное и с практической, и с стереотической точки зрения. Так вот, что же такое конфликт? И вообще, тема конфликтогенности общества, семьи, взаимоотношений, это же сейчас очень актуально, потому что даже совсем недавно у нас вроде бы такое мероприятие, как чемпионат по футболу, чемпионат мира. Люди могут вроде бы и радоваться, и огорчаться, но кто-то это делает, не причиняя друг другу никаких моральных, физических, психологических каких-то ущербов, а кто-то вот прямо воспринимает это исключительно как повод для конфликта, даже на почве спорта и со всеми вытекающими последствиями. Что такое конфликт? Да, спасибо. Конфликт занимаются различные специалисты, не только конфликтологи, но и социологи, также и политики занимаются, и психологи, и педагоги. Конфликт относится к острому разногласию, столкновению интересов или идей и скорее подчёркивает процесс, чем результат. Как правило, он сопровождается отрицательными эмоциями, и здесь уже подключается психофизиология, здесь никуда не деться. Если коран от почечников выбрасывает в кровь адреналин с добавлением кортизола, возникает ощущение тревоги либо страха. И поэтому конфликт, как правило, сопровождается таким шлейфом негативных эмоций. Но есть различные классификации, ну, например, замедленная классификация, есть позитивный конфликт, негативный конфликт, есть конструктивный и деструктивный конфликт. То есть конфликт можно перевести в позитивное русло, и этим, конечно, занимаются учёные. Например, педагоги, школа Рогожниковой в Перми занимается, школа Марковой занимается в Татарстане. Этому уделяется большое внимание. То есть мало того, что это явление изучают, учат, а также и обучают, как можно противостоять этому, как жить в этом конфликте, конечно. Но основная наша задача сегодня не рассказать нашим слушателям, как проживать этот конфликт, как его трансформировать или перерабатывать. Об этом мы уже с вами говорили в предыдущей программе. Да, это бесконечная тема, поэтому, может быть, мы сегодня поговорим о бесконфликтном взаимодействии. Возможно ли оно? Да, возможно ли оно? Да, ведь, как мы замечаем, что у нас, у каждого встречаются споры, но спор не является конфликтом. Спор – это всего лишь словесные какие-то состязания, целью которого является убеждение другого там человека, вашего оппонента в своей правоте, причиной, например, которым могут являться различные противоречия мнений или каких-то разных точек зрения. Вот в каком платье мне сегодня, например, идти в гости? Вот я хочу сегодня красное платье одеть, а, например, супругу может не нравиться наше красное платье. Может быть, мне давать синее, потому что мне больше оно нравится. И вот здесь мы можем с вами просто поспорить, да, и каждый останется при своем мнении, но вы оденете ту платье, которую посчитаете нужным, потому что вы свободная личность, да? А может это вырасти, в общем-то, весьма в конфликтную ситуацию, да? Да. Конечно, это зависит и от обстоятельств, и зависит от вашего желания, от ваших убеждений, от ваших ценностей. Скажите, зависит ли, например, если я в детстве видела, как мама с папой, там, например, да, выясняют отношения, как они, например, отставят свою точку зрения, там, как они спорят, да? Или же, когда я уже видела, что все, это уже действительно реальный конфликт, который мог затянуться, там, на месяца, да, то я беру подобный сценарий и проигрываю его уже во взрослой жизни, да? Да, вы точно сказали, что это сценарий или модель поведения, да? Да, в какое-то время она может сработать, в каких-то ситуациях она может приносить какие-то неблагоприятные последствия, поэтому здесь нужно думать человеку, осознавать себя. И вот сейчас бы я хотела поговорить как раз о компонентах или вообще, что такое бесконфликтное взаимодействие, да? Хорошо, давайте, вы сейчас сказали про спор, да? Да. То есть вот у нас вообще вся жизнь, это вот, ну, как бы взаимодействие, да? То есть я взаимодействую там с членами своей семьи, там, с коллективом, там, да, с обществом, да? При этом я могу, значит, отстаивать свою точку зрения, это может быть очень так, ну, вот я ее озвучила, приняли, не приняли я, как говорится, и главное, что я ее озвучила, да? Могу поспорить, да, там, то есть поискать вот эту правду, да? А могу реально войти в конфликт, там, с членами семьи, там, с коллективом, даже с обществом, да? Мы же такие тоже с вами истории знаем, да? Значит, это все ступеньки, да, нашего с вами взаимодействия, правильно я понимаю. Что взрослого человека подталкивает, да, к именно конфликту сначала, все-таки, прежде чем мы с вами подойдем к бесконфликтной ситуации, да, что является, вот я такой бесконфликтный человек, да, там, в самом расцвете сил, и вдруг я понимаю, что все-таки вот этот конфликт назрелый, сейчас он произойдет. Я правильно поняла, что вас интересует именно взрослая аудитория? Пока да. То есть я понимаю, видимо, что уровень осознанности у ней более выше, чем у детской аудитории, либо же... Да, про детей мы еще поговорим с вами. В пожелом возрасте, да. Конечно, здесь базой являются какие-то противоречия, либо неудовлетворенные потребности. Потребности, они, как правило, не всегда нами осознаются, и здесь силы уступают психологические защиты, которые нами не осознаются, опять же. Вот, и человек сам того не подозревая, начинает конфликтовать. Рвать рубашку на теле, да? Ну, я часто привожу такой пример. И сейчас я его снова повторю. Допустим, один говорит, он думает, что я, или она считает, что я. Соответственно, задается вопрос, а с чего вы взяли, что она так считает? Она сама вам об этом сказала? Или он сам об этом вам сказал? Нет. Тогда с чего вы взяли, что он так считает? В общем, это игра слов, но это своего рода зеркало. Идет раскрытие психологической защиты, и человек видит, что он неправ. Ему не всегда бывает приятно увидеть себя с такой точки зрения. Вот. И это уже является потенциальным уже таким противоречием. То есть это противоречие, которое может привести к конфликту. И здесь очень важен уровень осознанности. Зачем вам конфликтовать? Какие ваши ценности? Что вы от этого получите? Ну, дело в том, что не все люди могут справиться со своими эмоциями. Не все знают, что они хотят. И это зачастую мешает и в бизнесе, мешает и в продвижении по карьерной лестнице, и в воспитании детей, и вообще не с пожилыми родственниками. Хорошо. Итак, процесс общения, он может быть таким, знаете, мирным. То есть, да, я вот, например, сегодня вам сказала, что я бы хотела то-то, то-то, то-то. Да, да, вы говорите, но зачем тебе все это там, да? Я спрашиваю, там, Лена, а вообще это же моя жизнь, да? Почему вы там мне, например, навязываете какую-то свою точку зрения, еще что-то, да? И вот здесь тоже ведь почва, в принципе, для конфликта. Но вы мне говорите, стоп, мы с тобой взрослые люди, мы с тобой, да, осознанные люди, да? И мы с тобой можем общаться бесконфликтно. Как можно взаимодействовать, как можно избегать вот этих острых углов? Что для этого необходимо? Мы сейчас, опять-таки, пока говорим только как на уровень взрослых людей. Конечно. В первую очередь важно установить социальный контакт и развить его. Давайте я немножечко так сожму свой ответ, а затем его разверну. Да, я буду говорить. Хорошо, хорошо. Итак, что же такое бесконфликтное взаимодействие? Это установление и развитие социальных контактов, то есть между субъектами взаимодействия, на основе общепринятых норм поведения. То есть если принято здороваться, там, да, я здороваюсь, я уже никому не даю повода для того, чтобы кто-то сказал, «Ха, а она-то посмотри сейчас, что делает». Каждый раз приходит и меня игнорирует, не здоровается со мной, да? «Требовательности к себе, внимательного и сопереживающего восприятия партнера, ответственного и уважительного отношения к взаимной репутации, анализа сложившейся ситуации и усвоения полученного опыта в контексте возрастных особенностей и субординации». Вот какое сложное определение. Определение очень сложное. Давайте все-таки разберемся, да? Что ж, из чего вообще так сложно жить вообще? Жили, да? Социальные контакты, установление социальных контактов. Возникнет вопрос, а что, если я поздоровался, что я не установил контакт, или что, если я общаюсь, я что, не устанавливаю контакт? Самый главный здесь парадокс в том, что вы можете говорить, например, своему подопечному, подчиненному, либо начальнику, вас могут не слышать. Вы-то в контакте с ним, вы-то общаетесь, а вас не слышат. А почему? А он в своих мыслях, у него какие-то вопросы. Какие переживания, да? Вы обращали внимание, когда приходите в магазин, и вот усталый продавец встает, и такое впечатление, что он совершенно вас не рад видеть. Вот вы пришли сюда, а вы его и не трогаете, вы никого не трогаете, вы просто зашли посмотреть на какую-то продукцию. Затем вам говорят, вам что-нибудь подсказать. То есть сразу же обращение к вашей интеллектуальной сфере. То есть вы такой несамостоятельный, не можете выбрать себе ничего. Или еще такая реплика. Если хотите, вы можете померить. То есть сразу же у покупателя снижается желание что-то приобретать, потому что зачем указывать, и так знаю, что могу померить. Так все видно. Поэтому здесь вопрос установления социального контакта. В чем же он еще заключается? То есть он предполагает несколько стадий. То есть это предварительный сбор информации. Если вы проводите переговоры, узнайте максимально все о том оппоненте, с кем вы будете общаться. Что он любит, как он одевается, как общается, куда вы пойдете. Если это детский сад, то, соответственно, что за группа, что за воспитатели, нянечки, какие родители там будут и так далее. Любая сфера деятельности. То есть чем больше информации у тебя, тем больше у тебя шансов. Получить там что-то желаемое, может быть, и как-то дисконфликта, которого тебе хочется. Конечно, наблюдение за внешним видом. Если вы изучаете психологию, даже не обязательно изучать психологию, но очень наблюдательный, то можете отметить, в каком состоянии, в настроении находится собеседник. То есть что-то лишнего не сказать. Либо наоборот что-то... Не спросить. Что-то наоборот, да, можно спросить. Также манера приветствия. Если принято здороваться за руку, так поздоровайтесь. А если не принято там обниматься, там, либо поцелуи какие-то, то не делайте этого. Также важна актуальность встречи. Если вас не ждут, то вы понимаете, да, то, скорее всего, это уже будет какой-то негативный шлейф. Дальше осознанность происходящего. То есть все время надо находиться в осознанной позиции, в диалоге. О чем вы говорите, о чем вас спрашивают. Особенно это интересно менеджеры делают. Пришел в магазин человек, и вдруг он набрал товар, который вот ему не надо. Ну как хорошо с ним пообщался менеджер. То есть он использует знание психологии, вот эти тонкие моменты, где что сказать. Вот, это, конечно, обучаются этим и люди. Иногда десятилетиями. Какое ожидание у вас от встречи, какой результат вы хотите получить. И это все входит в развитие, установление социальных контактов. Да, это только вот сюда входит. Дальше. Ну смотрите, вот эти компетенции, которые вы сейчас назвали, они, в принципе, современному человеку нигде не помешают. То есть это и расширение социальных связей, да, это и развитие эмоционального интеллекта. Все же сюда входит, правильно? Конечно. Я думаю, что это не только современному человеку можно предъявить, но и в ранние годы тоже, там, и в 60-е годы, там, не знаю, и в прошлом столетии это было актуально. Также ведь человек несет ответственность за свои высказывания. Вот сейчас стала замечать, что иногда какое-то грубое слово, может быть, даже и нецензурная лексика появляется в эфире. В общении друг с другом, да? Да, в эфире даже. И через средства массовой информации, и при общении. Что как-то это несколько тревожная нота, потому что я считаю, что это некультурно. Это, честно, мое мнение. Иногда даже шучу, это что, местный фольклор? То есть для кого-то это тоже может стать таким пусковым механизмом, да? Конечно, да. Иногда бывает даже взгляда, достаточно для того, чтобы взгорелось пламя конфликта, да? Да. Конечно, оценка идет и поведение, и результата беседы с последствующим развитием социальных контактов. Это то, что я вам перечислила, это всего лишь кратко входит в развитие и установление социального контакта, что можно отнести к бесконфликтности. Вот если вы хотите этим заниматься, пожалуйста. Это вам надо вашему бизнесу? Конечно. Надо уметь общаться с клиентом. Что в медицине, что, пожалуйста, в сфере продаж, что в управлении в сфере. Следующий очень важный фактор – это общепринятые нормы поведения. Смотрите, как интересно. Мы вот гений, ведь он не всегда вписывается в общепринятые нормы поведения. Но он гений, и он может быть социально очень даже приемлемым именно его результаты труда. Понимаете, вот. Ну, как сама личность бывает, весьма конфликтогенно, да? Очень странен, может быть, как-то одеваться, что-то не застегнуть, где-то не причесаться. Но это только вот мелочи, то, что я назвала. Главное, чтобы он не совершал противоправных действий, связанных с законом. Вы сейчас про гениев? Или вообще про людей? Я сейчас про гениев и, конечно, про людей, чтобы это все вприсывалось в рамки закона. Да, потому что изначально мы даже детей настраиваем на то, что если ты хочешь, чтобы было как можно меньше острых углов, для этого нужно соблюдать вот эти самые рамочки, да? Да, да. Потому что дети спрашивают, а почему я должен это делать? А если я не хочу? А если я хочу по-другому? А здорово, что он спросил об этом. Следующая требовательность к себе. Как это так, да, можно сказать? Требовательность к себе. Что это такое? Почему я должен быть требовательным к себе? И все для того, чтобы только бесконфликтно общаться. Взаимодействовать, да, с другими? Да. Это, конечно, отношение к критичности, то есть самокритика. Вот есть же один из показателей у врачей в постановке диагноза, насколько человек критичен. Если на совещании нельзя ноги класть на стол, да, а человек так делает, насколько он критичен, насколько он уважает окружающих, насколько он адекватен в ситуации, его поведение адекватно в ситуации. Также рефлексия о поступках. Опять же, это самооценка и в своего поведения. То есть я что-то сделал, да? Я обязательно проанализировал, да, про рефлексировал этот момент. Обязательно нужен анализ. Кого это задело, кого это могло ранить, да? Какие вообще результаты мне этот поступок дал, да? С какими последствиями я из этого вышел? Да, а вот в отличие от конфликта, чем глубже человек погружается в какой-то спор, переходящий в конфликт, тем вот эти конструкты, вот эти коммуникативные конструкты становятся неуправляемые, и их последствия становятся непрогнозируемые. Мы не знаем, с чем человек столкнется, как он выйдет из этой ситуации, чем это все закончится. И для предприятия, и для него, как для специалиста, и для семьи и так далее. Также это все связано с ценностными установками. Самой личности, да? Самой личности, что для него является ценностью. Если он не уважает человека, он готов совершить против него противоправные действия. Или может идти по карьерной лестнице, переступая через голову, да? Опять-таки, образно-метафорическим с вами говорим, да? Тут тоже показатели. Связано с его волей также. И, конечно, духовной активностью человека. То есть насколько он способен развиваться как личности, оценивать другого человека, уважать другого человека. Ну вот мы рассмотрели требовательность к себе. Еще у нас с вами 9 показателей всего лишь. Давайте. Очень интересно. Так, ответственное и уважительное отношение к взаимной репутации между партнерами. То есть я не только сам себя уважаю, но я уважаю мнение другого. Даю возможность сохранить ему лицо. И ваш партнер будет вам благодарен, что он в споре. Вы ему сохранили лицо. Лена, вот смотрите, вот сейчас все те компоненты, которые вы перечисляете, да? В принципе, я смотрю, что они же закладываются в период детства, юношества, да? Родителями, при воспитании, да? Педагогами, когда личность растущего человека сталкивается, например, с тем или иным учителем, с той или иной ситуацией. И как они закладываются, не нужно обязательно говорить. Вот пример примерович, вот нужно делать так. Они закладываются под наблюдением. Ребенок смотрит на взаимоотношения между мамой и папой, между мамой и бабушкой и так далее. Как относятся родители к его бабушке и дедушке. Вот он отпитывает эту информацию из окружающей среды, и в том числе и средств массовой информации, из фильмов, из сериалов, в том числе. То есть получается, что вообще тема профилактики конфликтных, да, вот этих моментов, это тоже мы будем уже возвращаться вот именно в тот период детства, да? Да. Главное, чтобы ребенок понял. Ребенок, взрослый человек, понял этот рубеж. Рубеж, вот что в себя включает профилактика, после которого, после рубежа наступает там критический инцидент, и ситуацию уже невозможно развернуть обратно. Она неизбежна, будет конфликтной. И конфликт уже будет обязательно достигнет своей эскалации рано или поздно. Либо он латентный, то есть скрытый, может длиться много, многие годы. Либо же он может разрешиться быстро. Но каковы его итоги? Либо он будет деструктивный, либо конструктивный. Итак, возвращаемся к нашему с вами. Да, возвращаемся. Восприятие, да, внимательное и сопереживающее восприятие партнера. То есть нужно проявлять интерес к собеседованию, поддерживать в нем вот эту искру. И, конечно, для того, чтобы поддерживать интерес, а если вам не интересно, а вы вынуждены проводить собеседование, либо же диалог, либо же, ну, не важно, да, ну, вы общаетесь со своим партнером. Здесь важна волевая регуляция, то есть подключайте волю. То есть чтобы не выплескивать свое раздражение, свою усталость, да, не показывать ее человеку, потому что это тоже является, опять-таки, одним из таких, да, зачинателей конфликтности, да? Конечно, вот он. Потому что некоторые, кто надумывает, вот она на меня так посмотрела, или что-то она так подумала, то есть те, кто в неосознанной позиции не могут разобраться в своих психологических защитах и над этим не работают, чтобы стать более совершенным, они, конечно, могут это все усугубить. Конечно, важен анализ сложившейся ситуации. То есть важно проанализировать по итогам, как, что происходило. То есть установление причинно-следственных связей. То есть, конечно, это застигается за счет развитого интеллекта. Если человек, ну, не хочет развивать свой интеллект, откуда он возьмется, откуда возьмутся способности, если они не развиваются. Ну, вот смотрите, это мы сейчас, опять-таки, говорим про взрослые такие, да, осознанные, да? Мы про взрослые говорим. Да, взаимоотношения. Потому что, например, ребенок, чтобы он бесконфликтно взаимодействовал, да, с себе подобным, да, то ему, наверное, анализ этот нужно будет помочь, провести, там, почему эта ситуация развернулась таким или иным образом. Это уже, наверное, мама, там, например, или папа, да? Да. Потому что сам явно это не будет делать. И здесь, наверное, уместно вот что сказать, что если в ранние годы, там, в советское время, в 80-е, там, можно было критично относиться с такой критикой публичной, ах ты бессовестный, да как тебе не стыдно. Сейчас у тебя партсобрание прописочит, и тебе объяснит, как продолжить дальше. Вызовут, мы сейчас тебе покажем. Сейчас это не рекомендуется делать, потому что чем жестче будет подход, тем ребенок будет сильнее сопротивляться, современный ребенок. Поэтому важно выводить его на вопросы. У тебя проблемы? Угу. У меня проблемы. А как так получается, что вот задаю тебе задание, у тебя не получается, ничего сделать? Как так выходит? Вот. А что так? А, ты в компьютерную игру играл? Ну что ж, ну можно и в компьютерную игру поиграть. А что так долго? Ты не мог остановиться там, да? То есть вот это вот все спрашивает, спрашивает ребенка, общаться с ним. Как правило, это выясняется, что родители не находят времени для своего чада, и он спасается в такой, что няне, в няне информационной. Это компьютерная игра, либо телевидение, либо какие-то еще другие вещи. То, что занимает меня, мой ум, мой мир, да, в данный момент, да, не отпускает. И он туда втягивается и не может остановиться самостоятельно, потому что волевая регуляция, вот эти внутренние рычаги, они у него не сформированы. Угу. Ну и вот, пожалуйста, вам это конфликтная ситуация. Конечно, анализ сложившейся ситуации делать трудно. Мы, тем не менее, делаем, да, обязательно. И учим этому детей и подростков. Детей, да. Ребенок еще отличается тем от подростка, что он не может выразить то, что его беспокоит. Угу. Поэтому здесь нужно наблюдать за его поведением, за его действиями и словами, что он говорит. Потому что где-то он может подменять понятия, потому что он их сути еще не понимает, не разбирается в этом. Также важно в бесконфликтном взаимодействии усваивать полученный опыт. То есть мало того, что вы разобрали ситуацию, проанализировали ее, да, там, уставили контакты, важно еще это ассимилировать, что я возьму для себя, что не возьму для себя. Что я буду использовать в дальнейшем, да, если подобная ситуация будет складываться, да? Для изменения своего поведения. А не меняю другого человека. Да, и обучение новым способом, опять же, реагирования на происходящее. Если вот в одной, допустим, вы работаете в одной организации, но по своей квалификации вас приглашают и в другие еще организации, как специалисты, либо у вас появились какие-то зарубежные командировки или даже командировки в другие регионы, и там уже другая субкультура. Поэтому менять свое поведение иногда и приходится. У одних одно, так сказать, требование, у других другое. У каждого монастыря свои правила, да? И когда ты заходишь туда, ты должен им подчиняться, да? При всем при этом, конечно же, мы все равно как единица личностная вносим какие-то свои коррективы обязательно, да? Хорошо. Вот смотрите, вроде бы так все ясно просто оказывается в наш современный сумасшедший мир можно, даже нужно умудряться, да, жить бесконфликтно, общаться, взаимодействовать. Все, что от тебя требуется, это вот прямо там 1, 2, 3, 4, 5 пунктов, которые ты, в принципе, нарабатываешь в течение всей жизни. Ведь ты не рождаешься уже со всеми этими волевыми качествами, со всеми этими социальными связями, с культурными пониманиями, с моментами анализа. Следовательно, мы с вами понимаем, что самый такой период благодатный на обучение, это опять-таки у нас получается детский возраст, да? Да. Итак, как ребенка, вот прямо сейчас я понимаю, что у нас очень немного времени, как ребенка настраивать на то, что вообще все в этой жизни можно решать без конфликта? И как раз мы переходим к возрастным особенностям, которые входят в бесконфликтное взаимодействие, и субординации, да, то есть следование правилами иерархии отношений. Этому, конечно, важно обучать. Здесь работают компоненты когнитивные, то есть обучать ребенка понимание вообще сущности, зачем ему бесконфликтно общаться. Надо ему, иногда надо постоять за себя. Что такое конфликт? Он, это все-таки модели поведения, ему надо попробовать для того, чтобы понять разницу, когда можно их использовать. Ценностный компонент, осознание ценности, значимости вот этого бесконфликтного взаимодействия. Зачем? Что он получит от этого? То есть важно здесь не путать такую толерантность, да, толерантность. Что-то терпи, терпи. Да, терпение, да. То есть важно перевести его в сотрудничество, когда без взаимных уступок идет договоренности, можно достигнуть. Также волевой компонент важно формировать. Поведенческий компонент, умение планировать свои действия, умение видеть перспективы. И также умение организовать бесконфликтное пространство. Вот, бесконфликтное пространство. Это тоже немаловажно, да? Да. Это занимается, конечно, практическая психология. Сейчас мы не можем уделить этому времени. Рефлексивный компонент, опять же, осознание бесконфликтного взаимодействия, расширяющего возможности предвидения, да, так и так далее. В общем, можно об этом много говорить. Ребенку важно объяснять. Объяснять, посмотри, что будет, если ты так поведешь. А если ты сделаешь так? По-другому. Это моя игрушка. Я хочу, вот действительно, если эта игрушка его, а ребенок в песочнице у него отбирает его игрушку... То он может за нее постоять и объяснить, что это моя игрушка, я имею полное право ей распоряжаться. А попробуй, да, объяснить словами. Попробуй объяснить словами. А попробуй по-другому. А если ты сделаешь так? То есть здесь, конечно, важно, чтобы общался. У ребенка была вариативность, да? Вариативность, и он мог общаться с родителями. А это значит, что родителям важно повышать уровень своей образованности. Хорошо. Вот смотрите, это у нас такой период детский, да? А есть ли у нас с вами моменты, например, пожилые люди, да? То есть когда у нас есть с вами пожилые родители, и мы понимаем, что нам тоже возникают какие-то конфликтные ситуации, то тут нужно что учесть? Здесь важно учитывать их потребности. То есть мы рассматриваем, можно рассмотреть пирамиду маслу, потому что в основном у них витальные потребности, также в безопасности, в любви, которая, знаете, у них преимущественно афилативная потребность, которая никогда не будет насыщаема. Насыщена никогда. Этому надо быть готовой. И то есть даже понимая это, да, ты уже понимаешь, что конфликтовать с родителями, которые там уже совсем другое поколение, да, просто ни к чему, да? Тут надо уже просто принимать, помогать, ну и сопровождать их, да, в такой сложный период, как... То есть зачем нам нужно бесконфликтное взаимодействие? Зачем? Для продвижения по карьере, по карьерной лестнице, для бизнеса, для установления позитивных контактов, для общения со своими пожилыми родственниками, для общения с детьми. И вообще для состояния ощущения, что жизнь возможна без конфликта, что жизнь может быть наполненной, радостной, приятной, да, а не быть всё время, как на вулкане, правильно? Ну да, не хочется, конечно, в иллюзии какие-то, да, вдаваться. То есть мы говорим сейчас не только... То есть преимущественно мы говорим сейчас о бесконфликтном всё-таки взаимодействии. Спасибо большое. Ну что, друзья, это была программа «Практическая психология». Сегодня у нас в гостях была практикующая психолог Елена Емельянова, и мы говорили о том, возможно ли бесконфликтное взаимодействие. Всего доброго, всем любви, счастья и бесконфликтной жизни. Спасибо. Практическая психология